шалфея на участке очень много у шалфея у меня есть фильмы аромат стоит о том как правильно сушить как использовать у меня есть фильмы смотрите а я вам хочу показать что нельзя оставлять много кустов цветущих иначе ветром разнесет и весь огород будет вот в таких кустах мускатного шалфея но если у вас есть пчелы то это замечательный медонос старайтесь не оставлять шалфей после того как вы его сорвете не оставляйте чтобы он завял потому как срывать будет намного тяжелее а сейчас я покажу как надо обрабатывать это растение как собирать с него цветы берете аккуратненько и срываете можно конечно по одному но чтобы сделать это быстрее я беру прямо вот так видите а если он завянет то тогда будет тяжелее срывать вот эта часть пойдет на чай а листья и вот этот четырехгранный стволик очень конечно интересный ствол пойдет для зеленых удобрений умиротворения тут и прудик вода журчит и птицы поют и такой аромат и все это можно сделать у себя на шести сотках неважно дачный это домик или дом на земле но удовольствие можно себе сделать самим и никуда не надо я смотрю притаилась у меня тут и божья коровка видимо ей понравилось у меня еще немножко и наверное улетит теперь останется только этот шалфей высушить сушу я его всегда в затененном месте можно на шкафу но главное чтобы не попадало солнце на него и у меня уже есть сухой шалфей сейчас я вам покажу как он выглядит смотрите это только что собранный а вот он сухой шалфей видите и цвет у него сохранился нежно фиолетовый и аромат замечательный это замечательный замечательный летка я сейчас покажу как выглядят семена шалфей и формируются эти семена вот в этих околоплодниках ведь поэтому оставлять на участке большое количество цветущих растений нет смысла иначе посмотрите сколько семян на каждой веточке и весь огород в конце концов у вас будет в мускатном шалфее хотя это тоже неплохо и замечательное зеленое удобрение и замечательный компост и замечательный лекарь с вами была Екатерина Снитко и наш чудесный сад